всем огромный привет добро пожаловать на мой канал я сейчас приехала домой ездила в магазин девочки я заказала себе вот эти закваски бак здрав девочки напишите кто по моим рекомендациям тоже им пользовалась я вот помните заказывала где-то по моему в конце лета до прошлого то давно меня смотрит тут знает что мне очень нравится в особенности мне очень нравится греческий йогурт это просто самое вкусное что можно вообще сделать поэтому я тут что-то на днях как-то про него вспомнила тем более с нынешними ценами лучше сделать само это получается выгоднее дешевле и вкуснее что самое главное потому что моим мужчинам всем нравится греческий йогурт я его делаю с чесноком и зеленью и немножечко у меня получается перца и чуть-чуть соли добавляют и получается знаете вот продаются вот творожный сыр там зеленью да вот такой вот там всякие разные марки вот это получается что-то примерно типа того но только вкуснее потому что там именно творожный сыр а здесь получается йогурт но он такой прям густой который можно также на булочку намазать и он такой немножко сливочный вкус такой в общем это надо попробовать сделать очень советую очень вкусно вот прям можно ложками есть и соответственно этот греческий йогурт можно добавить туда сладкое что-то и у вас получится ну стесно такой вкусный десерт вот в общем заказала я там различные закваски бог здрав есть еще различные пребиотики и есть при биотическая косметика я пробовала эту косметику в этот раз что-то я вот забыла не заказала но очень мне нравится в особенности крема для рук вот крем для рук сейчас огороды вот очень хорошо заживляет кожу вот я заметила ним реально заживляет вот мелких какие-то трещинки мелкие раночки кутикул очень хорошо крем для рук маски я пробовала для лица тоже мне очень нравится поэтому если будете заказывать киньте туда еще и косметику а я убеждена она вам понравится в общем заходила я сегодня магазин пятерочка и что самое интересное зашла пятерочку потому что получила посылку хотела купить молоко пока гуляла по пятерочке в итоге молоко забыла заехала в еще один магазин я вам сейчас покажу тогда покупки потом посылку баг здрав и у меня есть промо код со скидкой который я вам оставлю внизу инфобоксе обязательно воспользуйтесь им при заказе и соответственно ссылочку вам тоже оставлю значит покажу вам покупки покажу вам посылку баг здрав и сегодня же мы будем с вами я потому что прям вот очень хочется уже этот греческий йогурт вместе с вами как раз таки сегодня его и приготовим я вам покажу поэтапно раньше я просто показывала вот я заквашиваю вот я сделала сейчас прямо поэтапно сегодняшнее видео я вам покажу то есть мы сегодня значит его заквасим он нужно нос ночью нас отстоится и уже получается завтра мы его уже доведем до ума с вами и будет уже вкуснятина и можно будет кушать вот ставлю я заквашиваться при температуре 40 градусов духовку меня духовка поддерживает эту температуру можно в йогурт нице можно она где-то в тепленьком месте просто если у вас по прохладнее не 40 градусов то заквашиваться будет чуть подольше просто вот и все вот и вся разница так что так что но всегда я покупала эти закваски и всегда у меня все заквашивалась все получалось не знаю поэтому поэтому в общем давайте все покажу поменьше буду болтать так ну и давайте покажу все свои приобретения значит заходила в реал и в магазин вот моя посылочка бак здрав и заходил еще в пятерочку правда тут ничего не видно девочки я не знаю короче купила сок любимый вот этот вот он давайте я буду зачитывать потому что тут ничего не видно по 54 рубля взять нет нет подождите сейчас по 69 рублей по 69 рублей вот эти вот соки любимые и я решила взять гранатовый я хотела гранатовый стекле но что-то его не нашла там не знаю что где то есть это я просто не нашла но вот купила ладно такой и это вишня вишни черешня вишневая черешня дела еще вот такие вот маленькие соки детям вот эти вот они кстати почему-то дорогие достаточно стоит 69 рублей вот эти вот вот эта водичка стоит 2699 а вот эти соки нет это соки стоит 2699 девочек так мелко вообще ничего не понятно вот в общем зубная паста стоило сто семнадцать тридцать девять такой я решила взять у нас уже заканчивается почему же вот эта вода а вот это тридцать четыре девяносто девять вот эта вода так еще я увидела капусточку я ее вообще не особо люблю но тут увидела что мне так понравилось думаю надо взять смотрите вроде такая неплохая с клюковкой вот так что будет супер значит она у нас стоила девяносто девять девяносто девять вы считаете 100 рублей также увидела кальмары тоже я их сто лет не покупала здесь 500 грамм и стоили они 463 49 давненько я их не покупала я сегодня же пожарю в такой панировке сделаю будет очень вкусно яйца взяла c1 но они на самом деле очень даже крупненькие вот такие вот взяла десяток яиц значит десяток яиц стоило у нас семьдесят восемь сорок девять вот дальше весело бы такую штучку но это девочки то это просто вкусно это просто очень вкусно значит стоило вот это вот дело у нас сколько она стоила семьдесят девять девяносто девять считаю что кстати недорого и взяла немножко фруктов бананы были по 80 там чем-то рублей значит бананы мне у меня получается да по восемьдесят пять девяносто девять у меня кило двести на 110 рублей там сто десять копеечка вот такие яблоки они были по девяносто девять рублей у меня получилось почти килограмм виноград кишниш вот такой он у нас стоил по сто шестьдесят девять девяносто девять у меня почти килограмм на сто шестьдесят четыре восемьдесят девять в общем за все вот это я отдала получается вот 1737 52 еще у меня была здесь вода а это я в школу покупала по сорок четыре девяносто девять две штуки вот ну и пакет на 13 рублей два пакетика взяла так и так как я получила вот эту вот свою посылку то что заказала да вот эти вот закваски час я вам их тоже покажу я конечно же сразу же купила зашла и купила вот такое вот вологодская лето молоко она у нас стоит сейчас то что тут ничего не видно девочки печатают так шестьдесят девять пятьдесят пять ну вот взяла две штучки я из двух литров сейчас как раз буду делать и сметану взяла сметану 20 процентную 79 90 это я буду делать со с кальмаром давайте открою покажу что у меня в этой коробочке вот что у меня тут я взяла все по пять штучек потому что вот в этой коробочке их пять штук вот такой взяла закваску йогурт так дальше будем выкладывать здесь у меня творог который кстати тоже можно сделать с чесноком и зеленью и будет очень вкусно можно и сладкий можно выпечку все что хотите сметану взяла тоже пробовала делать она получается вообще нереально густая сушки ложка стоит дальше здесь у меня кефир кефир кстати можно сделать и например на печь добавить кефиру дрожжи на печь то есть часть пить а часть потому что я обычно беру 2 литра можно 3 литра там по-моему до 5 литров молока можно взять до от 1 до 5 литров вот видите вот и например вы сделали там 5 литров кефиром вы же не выпить и весь то есть можно например сколько-то взять делать эти вот оладушки остальное соответственно на этот самый еще взяла ряженку вот такую тоже вкусном ну два литра достаточно вот и взяла вот такой вот греческий йогурт вот его я сейчас и буду делать кто помнит то смотрел мои видео что я делаю их по пять штук здесь пять стиков коробочки с чесноком зеленью просто у меня улетает и кстати творог то же самое вот этот вот можно то же самое сделать его во первых этой полезней во вторых можно также сделать чесноком и зеленью мои мужчину чем урал и едят все но этот йогурт греческий он такой сливочный такой мягкий очень вкус вкуснее чем покупные вот эти вот творожные зеленью намазки и тому подобное но и здесь у меня соответственно накладная я вам все ссылочки оставлю здесь везде есть промокод также оставлю видите это натуральный российский продукт вот изготавливается москва а нет а тогда адрес производства москва они вот вообще любое молоко вот я вот такое покупаю какой-нибудь с маленьким сроком хранения и вообще девочки супер из него у меня еще ни разу не было что что-то не заквасилась вот взяла самые такие основные йогурт я обычно себе я его с вареньем кушаю вот этот вот вот а сейчас покажу как я буду вот этот греческий йогурт я его вам уже показывала как-то прошлом году летом по моему вот и вот заказала будем снова снова делать еще я заходила спортмастер сейчас вам покажу и купила детям своим кепки вот такие вот этой марки фила мне кстати нравится очень эта марка у меня кроссовки кроссовки от этой марки есть это у меня уже сын поносил уже идем пока мы ехали вот и они мне очень нравится очень удобно и очень классные так вот от нее бирочка купила кепки это получается у меня детская кепка но она не совсем детская мне кажется она на любую но любую голову налить 3 7 12 лет вот такая вот как эта бейсболка до с прямым а сына я взяла кепку на похоже чтобы они не это самое стоили они 1199 и вот это вот тоже столько же но у меня оказывается были там какие-то накоплены баллы какие-то баллы и тоже кстати мужская мужская взрослая футболка футболка бейсболка и короче оказывается меня на какие-то баллы накоплены я заплатила всего 1978 рублей мне кажется очень даже неплохо вот детская получается да бейсболка и обычная сушки ночью супер да со скидочкой еще думаю надо было мужу наверно еще взять но не за он померят если ему такая же подойдет я вам покажу возьму свежий он у спортмастер и конечно тоже нет вот этих уже найков никого нету вот но ничего страшного от фила кстати мне очень нравится кроссовки у них у меня есть такие черные черные такие синие очень они удобны вообще как тапочка мне нравится это марка прикольно вот и куртки она прикольно делать эти как она еще вот у меня красоту ли мои так ну что девочки давайте вместе будем делать вот эту йогурт греческий вот этот вот который мне очень нравится значит два литра молока я ангел обычно в кастрюльку и нагрела на плите чуть-чуть она должен чуть-чуть тепленькая то есть не холодное молоко должно быть и вот берем вот эту закваску я беру целый стик на 2 литра я уже говорил можно на 5 можно на литр вот йогурт греческий здесь кстати есть инструкция и я вот эти вот закваски храню в холодильнике срок у них хранения 24 месяца при температуре до минус 12 от минус 12 до плюс шести девять месяцев хранить вот я прямо вот так вот в коробочках у меня и хранится здесь еще есть вот такая вот огромнейшая инструкция и вообще лучше чуть-чуть подольше подержать в теплом месте дать вот прям закваситься чем не додержать тогда он получится прям вот прям вот огромный такой вот то что нужно короче получится огромный хотелось вот здесь же есть вот различные йогурты сметана ряженка мацоми кефир вот и также вот такие вот что это пробиотические продукты получается закваски ему на гармония слим в общем бифиду детские вот такая вот есть заквасочка общем абсолютно разные пробиотики различные видеть у них там на сайте я все оставлю все вам покажу вот здесь мы будем делать как ставить нужно примерно на я буду ставить духовку при температуре 40 градусов 5-8 часов например на так у меня стоит наверное часов 6-7 примерно вот у меня вот это закрашивается берем вот этот стик на этом еще не все будет вот так что я сейчас поставлю и вечером уже покажу что буду дальше делать я его вот так вот размешиваю потихонечку сюда вот так вот добавляю чтобы он полностью у меня раз здесь вот молочки он даже уже сам вот то что стики пахнет какой-то кисломолочкой или чем-то таким очень приятно вот так вот мы потихонечку я добавляю и хорошенечко размешиваем еще раз повторюсь молоко не должно быть холодным не должно быть теплым я на плите его грею вот я во первых купила его так и оставила здесь вот на столе не убирала холодильник и потом все подогрела на этом самом на плите немножко чтобы мне на самом деле вот на семью мне чем не хватает 2 литра полтора литра тоже не каждый когда захочется обязательно сделал и получается это дешевле потому что смотрите по 62 рубля но я купила молоко это получается 120 125 рублей плюс сама закваска и сколько получится я обязательно вам потом покажу сколько в итоге вот этого йогурта плюс здесь будет еще сыворотка на сыворотке мы сделаем блинчики сыворотку можно и так пить да потому что мы сейчас поставим здесь застынет станет таким вот прям но я покажу все и потом мы будем откидывать мне плохо плохо размешалось вот потом будем откидывать на марлечку и будет стекать сыворотка сыворотки делайте блинчики и делайте вот такую вкусную творожную такую творожную но как творожную по вкусу масса очень очень обалденно вкусно моим мужчинам очень нравится именно вот то что приготовила сама и в нынешних условиях очень даже не плохо если у вас есть молоко из-под коробки но его нужно прокипятить обязательно прокипятить остудить чтобы лишние там всякие бактерии не развивались но если у вас есть натуральное молоко коробки не покупать это вообще супер у меня здесь негде купить молоко поэтому я покупала такое в банках не длительного хранения хранилась обычно 7 суток заняться все и теперь я ставлю вот так вот не накрывая ничем ничего в духовку при температуре 40 градусов ну получается часов на 5 6 даже на 6 7 часов примерно так ну и теперь мы будем готовить ужин начну я соуса потому что хочу чтобы у меня настоялся в холодильнике наш беру сметанку который я купила нарезаю овощи не буду туда добавлять чесночок немножко соли и поставлю в холодильник пока я буду готовить все остальное точнее кальмары да он настоится и все-таки такие соусы вот по моему опыту знаю должны настояться тогда чеснок и зелень они дадут свой аромат и вкус уже сметане и в общем будет вдвойне вкуснее я добавляю туда немножко соли и получается вот ну как-то вкуснее посоленее не знаю очень нравится но тоже достаточно часто кстати делаю такой соус для своих домашних и он очень очень нравится мне тоже кстати вот сочетание укроп и сметана мне кажется это вообще нечто вот на чеснок я положил то не очень много у меня такие мелкие зубчики но они прям такие ядрененькие вот поэтому я немножечко вот такой у меня получается отправляется в холодильник я разморозила кольца кальмаров они мне стекли и теперь буду делать можно сделать кляр можно сделать как я панировку но как вы сейчас видите я последовательность действий иногда путаю вообще нужно вначале мука и потом яйцо потом снова мука и отправляем обжариваем быстренько на таком хорошем огне с двух сторон чтобы обжарилась ну обжарился сам кляр и в принципе они готовы подсаливаю муку и подсаливаю немножечко сами кальмары вот они мне жаривается просто переворачиваем их и все очень вкусно так ну что пожарила я кальмары вот такие вот они получаются можно их больше зажарить но я всегда боюсь передержать потому что если их передержать на сковородке то они становятся резиновыми поэтому я их быстренько обжариваю с одной и с другой стороны и все вот можно конечно кляр сделать можно как угодно и я подаю вас с таким соусом вот это до которым с вами сделали можно например какой-нибудь горчичный соус можно вообще какую-то остренький чили там например да это кстати очень хорошую запуска к пиву у меня пива нет но все же еще сделала пирожку вот детям мужу потому что дети у меня кальмары не будет а я прям балдеж и сделала капусту тут конечно клюквы кот наплакал то есть этот совсем совсем чуть-чуть где-то там еще на донышке я добавила сюда лучок еще девочки вот он видно да маслица и очень вкусно очень прям мне вот знаете не люблю квашеную капусту хотя люблю в общем и целом капусту но вот квашеную как-то не особо вот так что вот такой вот у нас сегодня будет ужин дети у меня будет курочку есть а ножки вчера жарила куриные вот и крылышки и они как раз мне будут кушать мне еще осталось а мы служим кольца кальмаров йогурт греческий еще у меня стоит духовке так что его уже сегодня попозже вечерком совсем перед сном наверное я уже сделаем до ума доведу как почти вот так что так что вот такая вот у нас вкуснятина и так у меня постояла где-то часов шесть наверное шесть с небольшим вы смотрите какой она стала сейчас я покажу так поближе видите отделяется сыворотка уже сама по себе и теперь я буду ее то есть этим вот он какой же йогурт стал вот вот сюда можно и так съесть вот таким образом но я буду делать вот так чистенькая марлечка и если меня друшлаг и кастрюлька сюда в кастрюльку меня будет сливаться сыворотка так что мы теперь вот это вот сюда вот буду переносить ну как бы переливать грубо говоря ведь он какой стал уже такой как творожный там все сюда и уже видите сразу здесь уже отделяется сыворотка поправлю вот у нас сыворотки блинчики и такая будет вкусная штучка с чесноком и зеленью он уже здесь сыворотка видите стекает водичка теперь я вот это оставляю при комнатной температуре немножко ненадолго чтобы у меня как бы сформировался начала хорошо отделяться вот эта сыворотка можно завязать можно подвесить вот таким вот образом и она сразу здесь начинает уже отделяться видите стекает сама сыворотка вот таким вот образом надо чтобы был такой комочек со сегодня вот так вот можно завязать и оставить и он будет всем более таким меньше меньше и меньше становиться постоит у меня вот так немножко остынет сам вот этот вот йогурт и потом я уберу на ночь вот в таком виде в завязанном что у меня отделялась здесь вот сыворотка на всю ночь оставлю вот и все еще завяжу вот таким образом потом поставлю на наш немножко мне вылилось здесь но ничего страшного вот я завязала вот здесь вот муж мне помог и теперь оставлю вот видите сыворотка на меня чуть-чуть проделось самого оставлю вот так вот при комнатной температуре наверно на час может быть на полтора и на ночь уберу в холодильник опять же вот в таком же виде уберу только я сейчас еще полотенчиком сверху накрою чтобы она не обветривалась вот здесь вот и будет у меня всю ночь в холодильнике истекать и вот этот вот сгусток он станет более таким плотным то что сейчас увидите вот такой вот так он будет плотный и можно немножечко еще вот так вот подворачивать его чтобы он еще плотнее остановился и больше выходила вот этой сыворотки то есть пока она стоит при комнатной температуре вот так что все и завтра уже утром покажу что будут делать дальше из него но он еще уменьшится он не будет вот таким большим вот главное что еще и сыворотка вот она будет стекать 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 не знаю сколько литр точно почти получится сыворотки вот и завтра буду печь блинчики всем доброе утро девочки снимаю на следующий день будем сегодня доделывать мой вот этот греческий йогурт и я сейчас погуляла с боночкой видите еще даже не разделась вот сходили погуляли и позвонил мне курьер привез мой заказ сазон у меня у младшего сыночка моего скоро день рождения 23 апреля ему исполнится 7 лет и он себе заказал подарок у меня мужчины такие вообще они сюрпризов не любят они сами себе выбирают вот вот такой вот машина мне привезли она ни в чем не запакована ничего видите вот такой вот классную классный вот такой вездеход и это тоже ему подарок здесь чехол на телефон но я не буду распаковывать он просил не распаковывать он получит подарок заранее так получилось но он готов было ждать достаточно долго вот в общем вот такой вот подарок ему будет вот вот такой ответе трехосный краулер вот еще куча таких машинок ну кого дети может кому будет интересно видите она вездеход она везде 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 ездит вот еще есть вот такие я подозреваю что это мой старший сын его подбил на вот вот такой подарок все может быть но в общем в общем скоро будем праздновать день рождения это ему а вот это сейчас я покажу девочки вот эту машину это я заказала свет такую небольшую картинку сейчас я ее распакую картину по номерам и вот такую вот картину я себе приобрела для себя лично я давно не смотрела я смотрела на нее еще после нового года но я рисовала как вы знаете другие картины по номерам своим мальчишкам постеры можно так выразиться вот и когда я ее видела она стоила в районе 300 рублей сейчас она на озоне а когда подымались все вот эти вот цены то эта картина она стоила вообще в районе 800 рублей представляете поэтому когда опустилась цена до 400 так что девочки если вы что-то хотите приобрести ждите ждите когда будут снижаться цены потому что цены я так понимаю снижаются но типа там супер скидкой все такое короче смотрите какую прелесть я буду себе рисовать вы посмотрите но это же просто прелесть прелестная как мне нравится как мне нравится девочки вообще балдеж я думаю что она на самом деле совсем такая будет простенькая но нет видите много всяких мелких мелких вот таких вот деталек получается будет у меня на картине я ее поставлю себе в гардеробную мне очень нравится вот она смотрите какая прелесть ну просто балдеж в комплекте здесь идет идут краски кисточки как обычно крепления и все то есть лак я уже говорила акриловый лак я покупаю уже отдельно если она будет вот так вот так вот стоять но красота ой на балдеж вот так что у меня еще заказ один будет по-моему он придет в пятницу или в субботу я уже не помню придется тоже сазон там кое-что тоже еще заказала вот ну картинка сейчас обязательно начну обязательно еще цвета такие эти единорожка такая волшебная просто красота это для души хотя сейчас то время когда уже у меня прибавится огород у меня прибавится работы на участке скажем так и мне уже вот это конечно некогда вот этим заниматься но знаете как я люблю говорить хотя бы в день по чатные ложки это уже это результат вот поэтому буду может быть знаете сейчас сяду на выходных как за выходные сделаю не на за выходные нет потому что много мелких а так как у меня зрение не очень хорошее то получается вот это вот все мелкое у меня очень быстро устают глаза когда вот так вот меленько все но все равно это релакс девочки это релакс просто и спится хорошо и мысли всякие дурные уходят из головы когда вот я вот этим занимаюсь для души очень здорово но я сейчас пойду в душ приведу себя в порядок и будем с вами готовить дальше так ну что вот я вытащила у меня постояла ночь вот это все дело вот так вот я накрываю полотенчиком ночь вот прямо вот так вот в холодильнике смотрите сюда натекло у меня вот столько сыворотки сушки ну где-то литр наверное я думаю даже может быть ну где-то литр точно из этой сыворотки я сейчас сделал блинчики напеку а вот это видите он какой плотный стал видите я сейчас переложу в мисочку добавлю сюда зелени это у меня укроп добавлю немножко вот такого здесь у меня перец такой он не сильно острый и морская соль будет такое солененькая потом чуть-чуть вот таких итальянских травочек совсем чуть-чуть и вообще сюда хорошо добавить чеснок свежий но так как у меня это будут есть на завтрак и нужно как бы перед работой вот кстати по совету одной из моих зрительниц она мне посоветовал вместо свежего чеснока добавлять вот такой сухой чеснок но это я все на херби все эти специи заказывала до часа йорк не актуально в общем любом случае сухой чеснок или свежий чеснок со свежим чесночком будет конечно поострее повкуснее но вот я что было поострее буду добавлять перчик сюда все это хорошенечко ложечка буду перемешивать и потом переложу вот сюда в такую прозрачную чтобы мои мужчины видели накрою крышечкой и будем все это кушать тело царит сколько много здесь получается вот видите сколько вот то есть выгодно очень выгодно вот так что сейчас буду смешивать вот я его раскрыла видите какой внутри получается он очень вкусный реально как вот знаете такой для суши вот эти вот для суши про делает вот такой крем да вот примерно то же самое только более такой мягкий более сливочный вкус получается в общем будем сейчас перекладывать просто сюда вот так переваливаю и ложечкой потом аккуратненько смотрите девочки вот такая у меня вкусняшина получилось я полностью еще такой лопаточкой вот я немножечко еще пару кусочков дала и собакам и коты кстати у меня едят вот это но только без специй вот потому что очень вкусно сама тут тоже ложку поблизывала куда без этого вот и сейчас я накрою все это дело крышечкой и уберу в холодильник желательно конечно чтобы еще но хотя бы несколько часов постояла у меня уже на ужин наверно потаскают стояла в холодильнике что вот эти всем особенности если вы допустим сухую укроп сюда добавляете да они свежий и вообще сухие специи чтобы они как бы раскрыли здесь там тоже настоялось и будет тогда очень вкусно то есть я соль получается не добавляю но вот здесь вот есть соль но можете попробовать единственно что добавляете чуть чуть меньше всего чем потому что потом раскроется и будет более соленая будет более там больше перца вот поэтому очень девочки это очень вот так что всем советую всем очень рекомендую сделать вот такое вы будете у вас будет и завтрак я не знаю все что угодно соответственно можно добавить сюда допустим ту же сахарную пудру и будет вам какой-то как крем да тоже там на булочку считайте пирожное как-то очень все убирает в холодильник будет еще у меня настаиваться вот такая вот красота а вот эта сыворотка я еще снова беру холодильник потому что попозже я буду вечером сегодня делать блинчики опять же блинчики можно вот с этим что это получается йогурт да с этим греческим йогуртом помазали завернули и вообще супер вот так что на пику просто добавляю сюда как вот обычная обычные блины я делаю то есть на молоке да то есть добавляю сюда яйцо мука соль сахар и все и все вот так что будет очень очень вкусно ну что девочки вот такая вот у нас получается вкусная штучка я бы так это назвала вот обязательно оставлю вам внизу в инфобоксе в комментариях может быть посмотрю да где обязательно вам оставлю всю информацию промокод ссылку но очень советую очень вкусно получается вкуснее вот его можно добавить и сладко оно такое получается такой немножко сливочный такой вкус очень вкусно вообще у меня едят всей абсолютно все в общем на сегодня девочки буду с вами уже прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео он был для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую до новых встреч